Всем привет! Самые свежие и лучшие новости Дома 2 на 6 дней раньше эфиров. Подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии и лайки. Друзья, помните модульные картины, которые засветились в нескольких эфирах? Они очень стильно выглядят и могут разнообразить интерьер любой квартиры. Эффект вау от гостей и подруг вам 100% обеспечен. Сейчас можно очень выгодно заказать эти картины со скидкой 50%. Сколько продлится скидка пока неизвестно, поэтому советую поторопиться, пока что есть возможность. Ссылочку оставляю в описании. Андрей Чуев сегодня написал, многие меня спрашивают, что я построил. Это часть одноэтажных домов, которые построил я. По поводу того, что я всех претендентов лишил домов, это не так. Я никого не лишал, они сами отказались. Я понимаю недоверие и прочее, но я готов вернуть всех назад. Надо просто извиниться за свое недоверие и начать доверять. Марина Африкантова сегодня приехала к себе домой. Татьяна Владимировна вместе с мужем аккуратно ее расспрашивали, как у нее дела на проекте. Как сообщает Татьяна Владимировна, главная задача сейчас – удержать деньги Марины и не отдавать их Чуеву для строительства домов. К сожалению, в семье Марины перессорились из-за этого все домашние. Дима Дмитренко вчера ходил с Викторией Романец и Кристиной Лисковец по магазинам. А сегодня Дмитренко и Лисковец уже вылетают на Сейшелы обратно. Нервную Рапунцель ждет сюрприз, ведь не только на пробах в кино отметился Дмитренко, еще и радостно сообщает об уроках актерского мастерства с Алексеем Секириным. А про покупки в компании Лисковец и Романец я вообще молчу. Мечтающие об отпуске Рапунцель с острова не отпускают, там полный некомплект, и желающих сменить Ольгу пока нет. Поэтому легко предположить, что встреча Дмитренко с Романец станет одной из тех тем, которые долго и старательно Рапунцель станет развивать. Тимур Графудинов мягко и ненавязчиво начал ухаживать за хореографом Натальей Бичан. Кстати, молодой человек, что пришел к Наталье на днях, по ее же просьбе переключился на другую девочку. Участницей проекта Бичан становиться не собирается, по крайней мере, ради Александра. Александра Гозиас задумалась над тем, можно ли простить измену и сохранить семью. Отношения с Костей у них не клеятся, но пока непонятно, Гозиас хочет простить своего бывшего мужа или боится, что Костя собирается вернуться к бывшей жене. Вчера на лобном месте обсуждалась странная тема. По словам Ольги Жемчуговой, муж неоднократно ей изменял в браке. А странность темы в том, что подняли ее именно сейчас, накануне конкурса «Битва певцов». Если измены были, почему же Ольга молчала раньше? Александра Артемова поделилась, что свадьба с Женей Кузиным действительно намечается, но с датой бракосочетания ребята еще не определились. На это есть ряд причин. «Мне нужно взять справку о том, что я ранее не была в браке, а как вы понимаете, это сделать очень тяжело из-за разного рода бюрократических препятствий. А с местом свадьбы мы решили, будем праздновать в Новороссийске, в замке, в шикарном местечке Абраудерсо. Дату хотим назначить на конец августа, либо начало сентября, но и это пока не точно. Но то, что произошло вчера, не знаю, будет ли вообще у ребят свадьба. Саша вчера выместила свою злость на участниках и опять переругалась со всем коллективом. А Женя Кузин еле затащил ее в комнату и дал ей приличных звезделей. Артемова в ответ на затрещины орала, что ее сожитель трус, гад и вообще никчемный человек. На сегодня это все новости Дома-2. Спасибо за просмотр! Не забывайте подписываться на мой канал!